В Брянской епархии отметили День памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. В 2007 году там был освящен храм в честь святых, подвиг которых связан с гонениями на веру в начале 20 века. Подробности далее. Община этого храма называет себя не иначе, как церковной семьей. И всей семьей прихожане готовились к празднику. К престольному празднику готовится каждая хозяйка добросовестная. И мы в том числе, как и все хозяйки, готовились к этому престольному празднику, ждали с нетерпением владыку и всех гостей. И, конечно же, провели косметический ремонт в нашем храме. А кроме того, что ремонт провели, мы готовились и добрыми словами встретить всех своих гостей. В 2012 году здесь была организована воскресная школа. С восьми первых учеников началась образовательная работа. Сейчас здесь 34 ученика. Действует и воскресная школа для взрослых. По субботам проводят духовные беседы. Есть и другие направления работы. Молодежное движение у нас было организовано два года тому назад. Но детки уже вышли из стен воскресной школы. Учатся в Брасовском техникуме и в других СУЗах. Но, слава богу, связь не теряют с нами. Они постоянно приходят к нам, занимаются трудовыми делами, помогают в уборке территории, в субботниках, посещают наши мероприятия. Я уже выпускница воскресной школы. Мне остался последний год. Я захотела прийти сама, мне стало интересно. Ну и вот я пришла сюда. Я узнала очень много нового. Воскресная школа – это вообще такое место, где можно успокоиться душой, где ты узнаешь много нового, много полезного тебе. В процессе учебы в воскресной школе складывались и отношения между ребятами. Взрастала их любовь к храму. О иконах говорится. Говорится, там разъясняется Библия, Евангелие разъясняется. Там притчи объясняются, как понимать притчи разные. Интересно, да? Да, мне нравится туда ходить. Мы сегодня в храм пришли с нашими детьми. Мы очень любим храм, давно уже сюда ходим. Девочка учится в воскресной школе. Мальчику тоже приобщаем к храму и тоже в дальнейшем будем обучаться здесь. Здесь очень хорошо, уютно. И все говорит о том, что Господь с нами. Главное – верить в Него. Тут очень добрые, веселые люди, дети, дружелюбные. Он уже как свой дом второй. Раньше, когда маленькая была, заходила, страшно было. А сейчас тут все свое родное. В день престольного праздника здесь вспоминали тех, кто пострадал за Христа в годы гонений и репрессий 20 века. Люди стали крушить все, то, что они строили буквально недавно, монастыри, храмы, расправляться с духовенством, с теми людьми, которые были не согласны с этими воздухами. Множество головок по нашей благострадальной земле открылось. Это и Солодки, это и Беломорканал, это и Макадан-Халума. Локотский храм устроен в 2007 году в бывшем здании Дома культуры. В начале 20 века на этом месте находилась часовня. Храм же на Брасовской земле назван в честь новомучников и исповедников российских в память о том, что в поселке Локоть и деревне Брасова находились дворец и усадьба великого князя Михаила Александровича Романова, первого, кто был расстрелян большевиками из царской семьи. Продолжение следует...